МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Открытая регистратура, комфортные зоны ожидания, электронная очередь, разделение потоков. Продолжается ремонт в 1-й и 2-й поликлиниках. Будущая медицина в их руках. В медколледже стартовала приёмная кампания. Спортсменка Икара выступила на открытых всероссийских юношеских соревнованиях по плаванию. Далее расскажем обо всём подробно. В этом году в клинической больнице номер 50 при поддержке Росатома реализуют ряд ПСР-проектов. В том числе этим летом в обеих взрослых поликлиниках ремонтируют входные группы. По окончанию работ в сентябре соровчане увидят обновлённые зоны, рассчитанные на комфортное пребывание пациентов. Подробности далее. Совсем скоро холл 1-й поликлиники преобразится до неузнаваемости. Вместо привычной регистратуры, картотеки и окошка платных услуг здесь оборудуют новое современное пространство. Ремонт идёт в рамках программы «Бережливая поликлиника». Его главная цель – сделать пребывание пациентов более комфортным, разделить потоки, уменьшить время ожидания. «Бережливая поликлиника» – это проект в рамках ПСР. Что такое ПСР? Это производственная программа «Росатома», когда мы для наших горожан, для наших жителей города и вообще жителей страны создаём комфортные условия. В чём это заключается? На данной площадке будет создана комфортная входная группа, будут зоны комфортного пребывания граждан, будет открытая регистратура, доступная. Предполагают сделать также зону администратора, которая поможет пациентам сориентироваться. Люди с признаками ОРВИ будут входить в здание не через главный вход, для них оборудуют отдельный, чтобы минимизировать риск заражений. Придя в поликлинику, пациент сможет сам записаться через инфомат и взять номерок электронной очереди. Кроме того, вместо регистратуры платных услуг планируют поставить автомат с кофе или организовать небольшой буфет. Пока идут работы у главного входа, пациенты входят в здание через служебный. Мы сделали такую условную пока систему навигации, мы распределили наглядно это всё сделали, чтобы пациенты могли проходить и не имели затруднений. Работники, сотрудники, если пациент не может сориентироваться, всегда помогают. Чуть раньше ремонт начался во второй поликлинике. Дизайн-проект там уже полностью согласован. При входе также предусмотрена стойка администратора, открытая регистратура на три рабочих места, немного расширенный гардероб, пост охраны и турникеты. Санузлы для маломобильных граждан. Их также сделают и в первой поликлинике. И две зоны комфортного пребывания. В этой поликлинике несколько проще. То есть здесь разделить потоки. Они уже разделены функционально. Есть два входа. Есть задача отгородить старый вход для приема пациентов с явными заболеваниями, с вирусными. Городохранилище в этой поликлинике уже отдельно выделено. Кроме того, второй поликлинике ремонтируют конференц-зал на четвертом этаже. Он будет преобразован в интерактивный класс. Пациенты смогут собираться на лекции, которые тут же можно будет записать с помощью специальной аппаратуры. Также планируют устраивать отсюда и телеконсультации, как групповые, так и индивидуальные. Мы надеемся, что наш конференц-зал теперь будет удобен и полезен не только нашим сотрудникам, которые мы использовали для лекций, занятий, планерок, но и мы сможем пациентам нести профилактическое направление. Надеемся, что мы объединимся вместе с пациентами, и это будет на пользу и нам, и нашим пациентам. Ремонт проходит в рамках совместного пилотного проекта ФМБА и Росатома «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия госкорпорации». В него вошли пять городов, в том числе и Саров. В случае положительного заключения его тиражируют на остальные. Все работы, которые сейчас ведутся, относятся к первой очереди. Их должны завершить до конца сентября. При наличии финансирования начнется ремонт второй очереди. Сюда относится и ремонт входной зоны детской поликлиники. Поликлиники, несмотря на эти временные неудобства, работают в штатном режиме. Приемы ведут специалисты. Надеюсь, что наши горожане с пониманием отнесутся к этим временным неудобствам и в дальнейшем позитивно оценят результаты нашей работы. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Конкурс «Медицинские вузы» остается высоким из года в год. Поэтому абитуриенты зачастую получают сначала среднепрофессиональное образование. В медколледже им дают представление о профессии и базу для поступления в ВУЗ. О том, как в этом году проходит приемная кампания в Саровском медколледже, расскажем далее. Медицинская сестра и фельдшер – профессии, которые можно получить в Саровском медколледже. Набор абитуриентов уже идет по двум специальностям. Сестринское дело на базе 9 и лечебное дело на базе 11 классов. Сроки обучения – 3 года и 10 месяцев. В этом году по направлению сестринское дело абитуриентам предложат 50 бюджетных мест и 25 платных. На лечебное дело набирают 25 человек только на платной основе. Нехватка медицинских кадров, кадров среднего медицинского персонала по стране в связи с, наверное, не очень благополучной эпидемиологической ситуацией в стране. То есть возрос интерес к нашим специальностям. Поэтому не тяните, пожалуйста. Если вы планируете получить такие замечательные специальности, как фельдшер и медицинская сестра, как можно раньше, приходите к нам в приемную комиссию. Первый этап зачисления – подача заявления. Необходимый пакет документов нужно предоставить в колледж до 10 августа. А именно ксерокопии паспорта, документы государственного образца об образовании, СНИЛС, приписного свидетельства военного билета для юношей. Четыре фотографии размера 3х4, медицинскую справку, а также заявление. Оригиналы принимают до 16 августа. Вся информация располагается и размещена на сайте нашего колледжа. А также абитуриенты могут отследить статус своего заявления в региональной информационной системе, так называемой РГИС, а также в федеральной информационной системе, физге и приема. Подать документы можно как лично, так и через портал госуслуг, либо электронную почту. Медколледж также приглашает на учебу иногородних абитуриентов. Традиционно сюда поступают выпускники школ Дивеево, Вознесенска, Сатиса и других населенных пунктов. Администрация предоставляет таким студентам места в городских общежитиях. В качестве вступительных испытаний психологическое тестирование, в ходе которого мы говорим абитуриентам, даем рекомендации абитуриентам, соответствуют ли они получаемой специальности, соответствуют ли их личностные качества получаемой специальности. Дополнительную информацию о приемной кампании можно получить по телефону 54650. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 29 июня с 10 до 12 часов в Центре поддержки предпринимательства в окне «Мой бизнес» проведет прием консультант Управления экономического развития и поддержки предпринимательства Екатерина Брехунова. Она расскажет о действующих мерах поддержки, критериях участия в конкурсах на представлении субсидий, последних изменениях нормативной базы. Предварительная запись обязательно по телефонам 99263 и 99264. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детская музыкальная школа имени Балакиров получает новые инструменты благодаря программе оснащения ДШИ, СУЗов, музыкальными инструментами, оборудованием федерального проекта «Культурная среда», нацпроекта «Культура». В феврале и марте ДМШ успешно заключила все договоры на изготовление и поставке практически всех видов инструментов, проекционного оборудования для концертного зала, интерактивных досок и новых учебников. Самым крупным приобретением стали 8 студенческих аккордеонов и баян. В Нижнем Новгороде прошел региональный этап летнего фестиваля. ГТО среди детей соревновались 33 команды со всей области. Команда Сарова стала серебряным призером фестиваля. Кроме того, двое саровчан – Гордей Барзанов и Виктория Ботова – взяли золото в личном первенстве по итогу 8 испытаний. Помимо этого, Гордей установил рекорд среди юношей в плавании на 50 метров и наклоне на гимнастической скамье. Виктория – рекорд среди девушек в стрельбе из электронного оружия и на наклоне. Ребята получили ценные призы, медали и сертификаты на участие в третьем федеральном этапе летнего фестиваля ГТО, который пройдет этой осенью в Артеке. 187 зараженных клещей выявили в Нижегородской области с начала сезона. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова. 8 паразитов были заражены клещевым энцефалитом, 156 – боррелиозом, 10 – анаплазмозом и 13 – эрлихиозом. Двое детей в Нижегородской области заболели после укуса клещей. Один ребенок зародился клещевым энцефалитом в Кировской области, а у другого выявили боррелиоз на Бару. Всего, по данным, на 24 июня в регионе выявили 187 зараженных паразитов. За медицинской помощью после укусов обратились более 4000 жителей. Основная мера профилактики опасных болезней, которые переносят клещи – вакцинация. Прививку нужно повторять каждые три года. Защитить от энцефалита может и иммуноглобулин. Его вводят после укуса клеща. Впрочем, прежде чем получить дозу препарата, клеща нужно исследовать. Его вводят, действительно, в случае присасывания клеща. Но надо понимать, что это может произойти неоднократно за лето. И, конечно, вводить такие серьезные препараты каждую неделю не есть полезным для здоровья. Соответственно, рекомендуем сначала сделать исследование клеща, и только если он положительный, то в этом случае, именно на антиген клещевого энцефалита, провести профилактику. Своевременное исследование клеща поможет защитить от переносимых им инфекций и свести вероятность осложнений к минимуму. Если у вас нет возможности сдать паразиты на анализ, необходимо внимательно наблюдать за своим состоянием. Помимо энцефалита и баррелиоза, клещи переносят и другие заболевания. В регионе уже выявили 10 паразитов с анаплазмозом и 13 с эрлихиозом. Любые недомогания в первое время после укуса – повод обратиться к специалисту. Следите за собой в течение трех недель, измеряйте температуру утром и вечером, потому что инкубационный период в основных клещевых инфекциях составляет три недели. И вот в течение трех недель появление симптоматики подобной ОРВИ, надо обязательно врачу сказать, чтобы был факт присасывания. Исследовать клеща на инфекции можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Сарова. Клещи принимают с 8 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней, по адресу улица Духова, дом 22, телефон 77162. Спортсменка ИКАР Мария Гусакова в составе сборной команды Нижегородской области выступила на открытых всероссийских юношеских соревнованиях по плаванию на призы Федерации спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В состязаниях приняли участие 117 спортсменов из 22 регионов страны. Об успехах в Саровчанке расскажем далее. Легкий бег, растяжка. Каждая тренировка у Марии Гусаковой начинается с разминки. График занятий у нее плотный. Плаванию спортсменка посвящает по 2 часа 6 дней в неделю. На вопрос, не устает ли Мария с улыбкой признается, сейчас такой нагрузки для нее даже мало. Мария Гусакова занимается плаванием на протяжении 10 лет. За это время она достигла больших успехов. Она становилась многократной победительницей и призером областных соревнований по плаванию. И вот недавно буквально приняла участие во всероссийских соревнованиях, в которых она занимала 4-е место. Мама Марии также занималась плаванием, и спортсменка еще в детстве решила, что хочет пойти по ее стопам. Начинала Мария в секции практически с азов, поскольку до этого совсем не умела плавать. Сначала попала в спортивно-оздоровительную группу, потом в группу начальной подготовки, затем в тренировочную, в которой занимается и по сей день. Самыми запоминающимися были ее первые состязания. Вообще запоминаются каждые. Больше всего, наверное, мне запомнились мои самые-самые первые и самые первообластные соревнования. Потому что они запомнились тем, что я выиграла сразу первое место, областные тем, что они проходили более серьезно, чем те, которые были до этого. Там было все по-взрослому. Еще одну вершину Мария покорила на всероссийских соревнованиях по плаванию в Дзержинске. В них приняло участие 117 спортсменов из 22 регионов страны. В том числе из Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашской и Удмуртской республик, Москвы, Санкт-Петербург и Севастополя. Участники выступали по паралимпийской программе. Они начались с классификации. Это когда присваивают классы всем детям, которые там участвовали. В первый день я плыла одну дистанцию, это 50 метров вольный стиль. Во второй – 100 метров вольный стиль. А в третий я плыла 100 метров в брас и 50 метров на спине. Мария Гусакова стала четвертой на дистанции 100 метров в брас, выполнив норматив для присвоения третьего спортивного разряда. Важны не грамоты и кубки, а результаты, признается Мария. Для нее самая важная победа – это победа над собой, совершенствование своих навыков. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова